Скажи мне шар, скажи магический, что ждать мне от судьбы кармической Ужель до ящика из дуба? Останусь я в сетях ютуба Не доедать, не досыпать, а только вио снимать Не повезло тебе в судьбе, лежит заклятие на тебе А можно ли заклятие снять? Да, дай себя поцеловать, ты принцу голубых кровей Из голубых? Так это ж гей Не быть такому, гадкий шар, уж лучше в студии пожар В случае где-то не доесть, но сохранить мужскую честь Прощай, противное стекло, тебе со мной Мне повезло Вот такая прелюдия, дорогие мои любители Стоковой фотографии Этим и отличается блок О том, что здесь мы можем дурачиться Здесь мы можем делать, что хотим А нам приходится это терпеть Ну, на самом деле, это действительно Доставляет удовольствие Так вот Чем-то поиграться, что-то привнести То есть создать настроение Потому что тема у нас сегодня серьезная Кстати, вы видите, шар не пострадал Потому что он мне по-своему дорог, естественно Это приз от Никона Он мне прислал вот в такой Никон Такой красивой коробочке Такой дорогой шарик Чего же убить-то? Но практического применения он у меня не имел Потому что, ну, как бы я не любитель вот этих Рыбьих глаз и так далее Предметка он никак А вот сейчас, я думаю, в стоке он нам понадобится Вот я думаю, что с ним можно делать И, кстати, я вчера увидел видео Алексея Колоскова Который на английском вещал И показывал, как он это снимает Вообще, немножко интересно Когда абсолютно русский человек на английском С которого все время мой приятель В котором мы писали книгу Переводчик английского-немецкого Смеется Он, кстати, и с моего смеется Ну так вот оно Вот так разговариваем мы Ну, знаете Вот поэтому я как бы не люблю Там нет чего-то там выхолощенное Этим английским Но это все равно, что я бы сейчас с вами сел И начал Он так майн даун хэрн Хоть и вернее Он с бешефтигом Это очень интересное тема Фоя 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 Фосзинительный Фоя Фоя Фосзинительный Фосзинительный Фоя Фосзинительный Фоя Фосзинительный Фоя Фосзинительный 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 Напрягаться не хочется, все-таки, хотя я спотыкаюсь иногда на русском, но я его до конца-то не забуду. Итак, Колосков, да, он вот сфотографировал этот шар, действительно так на фоне огня, потом взял вино с этим. И мне что-то захотелось это опробовать без его крутых наворотов, бронколоров там или сзади, он всегда любит показывать себе такой огромный-огромный трехметровый рефлектор. Но этим все страдают, такие как Сахаров и так далее, они все там стаят, такие вот. Люди в квартирах живут, блин, на 16 квадратах, и он их обучает, блин. Нет, мы с вами сегодня повторим это простыми нашими средствами, тем более, что за Алексеем Должок я как-то раз увидел на заднем фоне ту икеевскую лампу, которую лет 10 назад применял для своих фотографий. И я его спросил, что мне стало интересно, иногда бывает так, ученые, они в одинаковом направлении идут и приходят почти к одинаковым результатам, кто-то быстрее опубликовал, запатентовал, вот он молодец. Остальные так нет. И я его спросил, то ли это действительно так, что мы так параллельно увидели, ну думаем-то одинаково, примерно креативно, я считаю. Или же он все-таки у меня увидел, маэстро не ответил, проигнорил, он сказал, ну ладно, раз так, значит так. Так что мы сегодня с вами попробуем эту штуку повторить. Но, но, я заметил, что он работает довольно-таки опасно в этом плане, что он берет, там распыляет, или же аэрозоли распыляет из впрыскателя спирт, поджигает его, или же он делает прям вот так. Что тоже довольно-таки боязно. Я вспомнил свое карбидное детство, причем карбидное, потому что мы карбидно ходили, воду туда наливали, и это была уже хорошая бомба. Ну вот, но стеклянная была, опасная была. А здесь, сейчас мы вот с вами посмотрим, вот, я поджог, видите, вот она горит, и если мы в этот момент поднимем, мы получим вот такой безопасный огонь, еще несколько раз. Пока это не закончено. Да, при этом, конечно, портится бутылочка, а она у нас стоит 25 центов, и я поэтому смотрю, что у вас делают из него всякие материалы, бутылки, там, я не знаю, чего делают. Вернее, веревки или еще что-то, у нас 25 центов, я лучше ее сдам. Но, для хорошего дела, почему бы нет. Поэтому план у нас сегодня такой. Мы сейчас снимем вот этот шар со всеми делами, с огненными, потом мартини у меня осталось, рюмочку я сегодня притащил из дома, не знаю, не совсем нравится, она хрустальная такая, но попробуем. И сделаем еще следующее. Мы попробуем, если я успею, если я успею, мы попробуем повторить композицию 1, 1, 2, 3, 5, 8 не будем. В натюрморте, немецком натюрморте, новогоднем таком, рождественском. Потому что послезавтра ко мне приходят клиенты, я буду снимать золотые дорогие очень кольца, там, серебряные и золотые с алмазами и так далее. И ему надо быстро. То есть у меня среда, четверг, вылетает. Поэтому постараемся сегодня. Нет, значит до пятницы. Окей? Так что давайте начнем. Итак, дорогие мои, здесь тут самое стекло от телевизора, из него же и этот отражатель, он же полупрозрачный такой. Этим самым я хочу создать здесь рефлекс и пенопласт у меня стоит для того, чтобы рефлекс оказался здесь. Так, шарик на месте. Здесь у меня 1, 128, 24 ширина. И здесь тоже 1, 128 и 105. Так, я сделал специально тубус, чтобы он отражал, только он просвечивал пламя. Вот и вся, в общем-то, хитрость. На камере, ну я вам говорю, на камере это неинтересно, по сути дела. Стоит сейчас у меня 1,40, 5,6 и 500 изо. Вы можете сделать так, чтобы из вас было 100, потренируйтесь, а мне, в общем-то, это никуда не сдавать. На проверку в стоке, не люблю я этого. И я протянул сюда пульт. Сделаем первый снимочек. Да, мы получили вот такое отражение. Специально покажу для перемотчиков еще раз. Те, кто меня не слушал в самом начале. То есть я в бутылку пластмассовую просто-напросто задуваю дезодорант для волос. Поджигаю его. И вот в таком состоянии, прям сидя в этом кресле, я буду вот так подавать огонь. Он короткий и, в общем-то, не должен ничему повредить. И сразу же буду нажимать на спуск. Вы можете обойтись, можете обойтись, так же, как это сделал колосков. На самоспуск поставить и пи-пи-пи-пи. На последнем пи-пи нажимать. Ну, а я обойтись и так. Итак, я выключаю еще раз свет и делаю серию таких снимков. Приготовимся Поближе сюда я положу Спускатель Выключаем Я надеюсь, что все равно Все-таки что-то видно Потому что свет из окна идет Так Ну, я пошел на рабочее место Набираю Слышите звук Побольше сюда теперь Дезодоранту Так Поджигаю Взяв руки пульт Начинаю серию съемок Раз Два Три Четыре Пять Шесть Еще хватит? Да, еще раз хватило Старайтесь, чтобы горлышко не высовывалось Не попадало в кадр И обязательно дуньте в горловину Чтобы погасить огонь А то перевернете и пойдет Ну, вот Таких снимков мы с вами наделали Давайте посмотрим В принципе Как я считаю Получилось неплохо Для первого раза Где-то Хорошо просвечивается Огонь Где-то хорошо Просвечивается Шарик Где-то хорошо Просвечивается Кубик На котором Он стоит Значит, что? Если Удалось сделать картинку Которая уже всем требованиям отвечает Ну, допустим, как вот эта Там практически уже делать нечего Но Я хотел бы сделать Скажем так Из двух, из трех Чтобы взять самое лучшее Собрать это вместе И сделать Перфектную картинку Поэтому Для тех, кто хочет Это видеть Я Приглашаю в фотошоп А С вами, дорогие мои Фотографы Я прощаюсь До следующего раза А в следующий раз Вы знаете, что нас ждет Поэтому Будьте наготове И Оставайтесь с нами Делайте с нами Делайте, как мы И делайте лучше нас Пока Так Ну, давай теперь посмотрим Что мы тут наснимали Вот такой Неплохо Дальше Графичность какая Кстати, цвет пламени Зависит от Той же стадии В какой он находится И также От того, что мы туда Запихиваем В эту бутылочку Если, допустим Глаг для волос То у него один цвет О Тот, который Запашок убирает Дезондорант У него другой цвет Так Ух ты Это я обязательно возьму Посмотрите Это что-то летит Вольдеморд какой-то Так А здесь Чуденье Божья Матерь Здорово Бывает же такое Вообще Вообще Согнем Работать очень интересно Так Смотрим Тут танцующая Женщина Может быть Так Дальше Просто какой-то Получился Непонятно что Цветочек Тут Прям пожар какой-то Шляпа О Вот Это очень красиво Это Очень красиво Ребята Посмотрите Тут Затемнить И все Готова картинка Угу Смотрим Дальше И это Очень интересно Тут Прям Что-то Расцвело Такой Весь шар Заиграл Ну только Огонь Подболял Малость Вот так Вот Или огонь Короче Получается Вот Тоже Очень интересно Так Угу Как с неба Что-то поливает Так И тут Летящий Ангел Выходящий Из огня Душа Какая-то Вышла В общем Я вам скажу Что Товоль Интересные Получаются Сюжетики Угу Вот Тут Декоративность Декоративность Очень хорошо Посмотрите Проработался Сам Хрустальник На котором Он стоит Просто Прелесть Почти Почти Готовый Здесь Здесь Тоже Какой-то Мастер Огня По огню Ступает Монах Или еще Что-то Причем Фантазию Я вам Дам А над ним Лев Роскривый Красиво 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 Галактика Шаре Вот это Убрать Бутылку Да Это Тоже Можно Перекрасить И Будет Очень Здорово Прям Огненный Мяч Летит Здесь Что-то Тоже Из тучки Вылетело Посмотрите Как Интересно Тоже Что-то Такое Цветовочек Лампочки Накаливание Так Дальше Ну Тут Розочка Явная Тут Явная Розочка Ну Шарик Ушел Подставка Тоже Ушла Ой 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 Вот Посмотрите Только Посмотрите Какой Редкий Снимок Здесь Ангел Стоит Огня Или Демон Он же Стоит В огне Посмотрите Вот Волосы Лицо Крылья За спиной Такая Одежда Да Он Прорисовался Прямо Здесь Это Невероятно Так Дальше Следний Смотрим Здесь Тоже Что-то Есть Но Вот Этот Я Вам Скажу Так Этого Я Обязательно Оставлю Возможно Соединить С Тем Самым Волдемордом Так И Подставочка Где-то Мы Видели Красиво Я Сейчас Их Оставлю Остальные Пока Удалю Итак У нас Есть Три Картинки Хрустальный Кубик Хорошо Здесь Смотрится Здесь Полет Полет Какого-то Вальдеморда И Здесь У нас Сам Огненный Не знаю Как его Назвать Существо Какое-то Начнем С того Что Попробуем Теперь Соединить Вот Этот Ctrl A Ctrl C С Вот С Этой Картинкой Вот Так Сейчас Посмотрим Ее Надо Не Прозрачно Суменьшить Ну В принципе Она Очень Хорошо Сюда Встала Так Отлично И Теперь Надо Подогнать Немножечко Под Общий Убрать Сделать Вернее Черную Маску Мы Сейчас Сделаем И Аккуратненько Вот Здесь Сейчас Пройдемся Выделим Вот Эту Часть Больше Нам Пока Ничего Не Нужно Вот Так Кубик Встал Отлично Причем Встал Очень Хорошо Очень Грамотно Так Это Стоп Есть Далее Возьмем Вот Этого Вальдеморда Да Ух ты Морда Вальдеморда Копер Вальдеморда 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 Так Ctrl A Ctrl C И вот Сюда Сверху Вот Пять минут Полет Нормальный Смотрим Тоже Где он Он Немножечко У нас Не там А мы Сейчас Подвинем Куда Нам Нужно То есть Вот Сюда Прозрачность Пола И Тоже Alt Mask И Начинаем Его Проявлять Белой Кисточкой Сначала Непрозрачность До 40 В принципе Можно И Полностью Так Вот Так Дает Сверху Отражение Отлично И Вот Здесь Великолепно Сверху И Теперь Теперь можно уже вырезать так, как нам нужно, а можно нам где-то вот так, даже чуть меньше, хорошо, бутылку убрать, вот тут, тоже с помощью масочки, ну а вот так, вот так. Я вот смотрю, то ли оставить вот эту полосу, то ли ее убрать. Ладно, посмотрю, чтобы не пролезла здесь эта ботылка. Даже не могу вам сказать, что лучше оставить этот кусочек, чтобы показать, что он на чем-то стоит все-таки. Так, кусочки вот этой бутылки тут, конечно, надо убрать. Вот. Оставим так. Что-то мне подсказывает, что ее надо так оставить. Единственное, что возможно поднять вот это. Но это потом мы сделаем вот так. Так, есть. Соединили. Все вроде соединили. Давайте посмотрим, что с Мальдемордом. Он у нас светловатенький какой-то. То есть, нет, цвет у него отличается. Давайте посмотрим, что с ним можно сделать. Добавить красный, добавить желтый. Вот так и выровнять его по цветам. Хорошо. Окей. Так. Ушара. Хорошо. Так. Где у нас тут? А, вот тут у нас надо проявить вот этот блеск. Вот этот. Чтобы он был более мощный. Не замазывать его так. А проявить. Вот так. Жесткость. Вот. Хорошо. Шар у нас обрисовался, в общем-то. Так. посмотрим хорошо и вот сейчас когда мы это сделали я смотрю так теперь мы можем вывести это на один слой то есть control и не control shift альт е вот сделали сразу же новый слой цветность берем цветность вот отсюда допустим где-то поярче нужно и этот синий выбираем тем что запрашиваем вот так сохраняем смотрим нужно ли нам поднять внутри шара не помешает внутри шарика чуть-чуть подправим сейчас увидели в нашу фигурку вот такой не трогаем чтобы он не заглушал вот так вот теперь мы его видим полностью хорошо и ненужное нам конечно мы сейчас с вами возьмем черную инструмент затемнитель и пройдемся здесь чтобы не было ничего так шар у нас прорисовался это хорошо фигура есть так вроде бы все вы сделали единственное что вот это мне не совсем нравится это искажение ничего радио правильно но его лучше поставить наверх control-t и вывести его вровень вот так вот так будет правильно вот это пятно вот это пятно мы сейчас уберем с помощью закладки потом шумодам добьем хорошо так 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 и что еще хочу я хочу сейчас вот этого льда моды немножко сделать поярче как бы нет ни самого вальдемода а сейчас я объясню что я хочу то есть я хочу сделать вот вот так вот так и перевести теперь черный control и его теперь я возьму кисточку белый цвет непрозрачность уменьшу до 30 и начну вот именно вот эти глазницы и раскрытый рот делать ну вот так на этом мы и остановимся ну вот и все вот мы с вами такую картинку и создали blad чей-то да на дива Субтитры подогнал «Симон»